всем привет рад приветствовать всех подписчиков моего канала а также всех зрителей которые не подписаны но с удовольствием смотрите мои видеоблоги следите за событиями в городе кстати у вас есть прекрасная возможность сейчас подписаться и быть в курсе когда как живет курсе того как живет наш город особый привет хочу передать виктория которая в своем комментарии отметила что давно от меня ничего не слышно привет ну действительно действительно так друзья разные разные причины объективно субъективные и blackout и освещение интернет там и масса других дел сейчас кстати снимаю видео опять в лучах в лучах автономного освещения поэтому такие вот происходят задержки несмотря на то что новости бывают и горячие горячие ну как бы хайпится не хочу и она на всяких на всех вот этих вот событиях которые тут происходят прилеты и тому подобное вот это все вы и так видите в текущих сми поэтому рассказы только о тех событиях которые о тех мирных событиях которые у нас в городе происходят друзья ну как вы уже заметили зима наступила совершенно буквально с первого дня месяца так как и осень буквально с 1 сентября там повода изменилась жара спала и стала прохладной так вот и с 1 декабря начались морозы немножко раньше там даже конце ноября начались морозы дошло до 9 до 10 до 12 все это без снега и до 12 там и больше было на частных сектах на поселках вот ну мы столько перенесли все все эти первые первые морозы и слава и слава богу говорится друзья но город продолжает жить относительно спокойной жизнью есть у нас бывают у нас прилеты которых уже там прекрасно все знаете все знаете на частный сектор вот есть пострадавшие дома есть страдающие от этого люди все это печально все это жаль но но в центре города слава богу центре города все у нас тихо и спокойно несмотря на то что отключают отопление отключает свет отключает воду ну бывают такие проблемы трудности но это как бы все это все это терпимо главное что жилье целое окна целые и дома целые все также в городе мы имеем три так сказать условно говоря центра вращения где проистекает вся жизнь я не буду называть эти центры вы наверняка и сами догадаетесь там действительно жизнь жизнь кипит буквально как и было в течение всего этого восемь девять месяцев до двух до трех часов затем темнеет и жизнь жизнь замирает вот если отойти от этих центров вращения это я так называю центра вращения то или город город полку стой на лазурном проезжаю там людей практически не видно там дальше чуть от центра центра вращения отойти вот это же мы люди тут вы поняли люди люди идут в этот центр вращения и возвращается все вернулись продавались по домам и все но на самом деле уличного освещения нет вечером даже ездить не очень удобно как так как освещения нет но это опять же это все терпимо друзья в городе можно также получить в момент сейчас сейчас идет выдача пятого этапа гуманитарной помощи от местской рады ну кроме этого можно гуманитарную помощь получить детям инвалидам по моему тоже и лежачим больным предварительно записавшись есть google форма ну я оставлю вернее кто подписанному телеграм-канал я уже ссылку там выставлял телеграм-канале вот поэтому можете пройтись и пройти по затем у телеграм-канал и посмотреть на эту ссылку кому нужно то есть детям и лежачим больным выдаются монетарная помощь в виде там памперсы и кое-какое кое-какое питание кроме этого могу сказать что лежачие больным я с этим с этой темой столкнулся сосед у меня лежачий родственники отказались и вот посматриваем подкармливаем там ну вот такое кстати для того чтобы получить гуманитарную помощь на лежачего больного нужно у доктора предварительно взять справку о том что он нуждается там памперсах там и памперсах одним словом вот и можно получить и бесплатно лекарство в данном случае обезболивающие у доктора тоже там с карточкой там обратиться вот и можно получить эти лекарства помимо лежачих но принципе можно лекарство получить любому и каждому который обратиться к доктору с какими-то со своими там хроническими заболевания там вот если есть гуманитарные лекарства то их тоже можно получить друзья также в детской поликлинике ведется прием врачами педиатрами есть три узкие специалиста лор окулист и ортопед также как сказали в регистратуре работает стационар поэтому при необходимости не дай бог необходимости можно получить первую помощь и обратиться на стационар если если будет такая необходимость еще про гуманитарку забыл сказать можно получить недавно за сам узнал может вы и знаете об этом и недавно сам узнал при необходимости если кому нужно получить воду значит дается раз в две недели выдается раз в две недели две баклажки вот я получал своим пенсионерам соседям потому каким тягать тягать далеко и друзья но продолжается ремонт кровли в домах пострадавших на квартирных домах которые пострадали в результате прилетов кто подписан на мой телеграм-канал уже видели публикацию о том что в одном самом наиболее пострадавшем доме велась замена кровли на сегодняшний день так это не подписано телеграм-канал подпишитесь на сегодняшний день том доме уже ремонт крыши закончен и приступили к соседнему дому тоже немножко пострадал решили поменять всю крышу кровлю на всем на всем доме друзья телефонные звуки прорывают видеозапись поэтому приходится отвлекаться ну в принципе все что хотел сказать если что забыл сказать скажу в следующем видео на этом с вами прощаюсь всем пока всем мира берегите себя пока